Добрый день! Сегодня поговорим с вами о фолиевой кислоте. Это витамин номер один для беременных. Принимать его нужно до того, как вы еще только подумали о беременности, потому что только этот витамин показывает свою эффективность и доказывает ее в профилактике таких пороков развития, как патология нервной трубки плода. Из нервной трубки формируется спинной мозг плода, поэтому благодаря приему фолиевой кислоты мы можем профилактировать такую патологию, как расщепление нервной трубки, врожденные пороки спинного мозга плода, врожденные пороки сердечно-сосудистой системы. Это очень важно для здоровья вашего будущего малыша. Поэтому прием фолиевой кислоты рекомендую начинать за три месяца до планирования беременности, а также весь первый триместр. Но продлить прием фолиевой кислоты можно и на весь период беременности. Это не будет лишним. Но главное принимать ее в правильной дозировке. ВОЗ рекомендует принимать фолиевую кислоту в дозировке 400-800 микрограмм в сутки, не больше и не меньше. Потому что очень часто можно столкнуться с такой проблемой, что в аптеке продается фолиевая кислота в дозировке 1 миллиграмм и 5 миллиграмм. А 1 миллиграмм это 1000 микрограмм. То есть принимая одну таблетку такой фолиевой кислоты, вы сразу же будете превышать рекомендованную дозу. Это тоже не есть хорошо, потому что передозировка фолиевой кислоты может вызывать проблемы с иммунной дыхательной системой у плода, а также вызывать риск развития аллергии в будущем у плода. Это нам не нужно, поэтому рекомендую принимать фолиевую кислоту в нужной дозировке. Это 400, максимум 800 микрограмм в сутки. Как я уже сказала, очень важно начать ее принимать заранее. Объясню почему. Потому что заканчивается формирование нервной трубки у плода в 6-7 недель беременности. Очень часто женщина в этом сроке даже не подозревает о том, что она беременная, а должный уровень фолиевой кислоты уже должен быть в организме для того, чтобы профилактировать пороки развития. Поэтому начинаем прием заблаговременно. Существуют ситуации, когда прием и дозу фолиевой кислоты необходимо увеличить, то есть доза будет составлять более 1 миллиграмма. Это следующая ситуация, когда у вас имеется в анамнезе беременности с дефектом нервной трубки плода. Или в семье вы знаете о том, что у кого-то из родственников был дефект нервной трубки. Также необходимо увеличить дозу, если вы принимаете противоэпилептические препараты или принимаете препараты, которые снижают всасывание фолиевой кислоты. Или у вас есть такое заболевание, как целиакия или воспалительное заболевание кишечника, которые тоже нарушают всасывание фолиевой кислоты. Все остальные случаи не требуют повышения дозы фолиевой кислоты. Поэтому обращайте на это внимание, принимайте фолиевую кислоту заранее, до того, как начали планировать беременность и с вашим малышом будет все в порядке. Надеюсь, что эта информация была для вас полезной. Спасибо большое за внимание. Я очень рада была с вами пообщаться.